рыболовы всем привет пришло время рассказать о тех приманках которые в этом году прям удивили меня и хорошо сработали и что хорошо многие из них стоят недорого ну вот в районе 500 рублей ну есть конечно которые сейчас воберы очень сильно подорожали и первая приманка первого о котором я хотел вам поведать это салма бульхет редчайшая приманка первый я купил в одном из рыболовных магазинов там со скидкой были 350 рублей что ли ну что-то в районе 400 здесь уже вот эту модель уже приобрел приобрел в другом магазине вот но уже за 450 рублей эта модель плавающая эта модель тонущая в основном рыбачил на тонущую привлекает белого хищника в первую очередь в этом году даже поймал подъездка что интересно было много очень поклевок окуня приманка очень хорошая принципе летит неплохо вот хоть и сделаны из бальса вообще бесшумные приманки они конечно более предпочтительны для рыбы в летнее время в основном вот такая вот интересная приманка давайте посмотрим как она работала и расскажу о других удар мощный был вообще брев голавлик там стоит хохохохо вот это да надо сфоткать такую красоту и выпустить его какой-то или подъездок на подъездку похож больше широкий такой наверно подъездок ой да это не головы подъездок попался значит у нас и есть хороший стопудово забыл сказать заглубляется где-то носом на сантиметр наверное 30 вот этот модель как плавающим а тонущие это вот я еще не пробовал нам на каких-то глубинах его быстро достаточно провожу вот на думаю метр на два точно может опуститься если с тоненькой лесочкой вот так вот попла попперы друзья вообще копеечная приманка что-то там за 150 за 130 рублей яку покупал на вайлберрис вот почему на вайлберрис я их брал потом еще красную купил а потому что они там самые дешевые я знаю и закупать там где-то розничные магазины но я ссылку оставлю в описании чтобы как бы не переплачивали а вот приманка очень хорошо работает по окуню и также головлю голова влекать просто обожают данную приманку прямо не такие классные что-то там грамма 3 они весит продаются без крючков вот на свой вкус и цвет вы ставите сюда крючок и рыбачите взял в разных цветах ну просто так вот в этом году хорошо работал белый красный я не использовал вот такие дела но вообще по секрету вам скажу что на поверхностной приманки цвет не распространяется вот он абсолютно не важен на рыба видит в основном тень до что-то такое вот такие вот дела попробую сюда это вот сейчас дуды головы он вышел кто-то идет вот он вот он вот он х а вот это красоте это рыбалка много раз я об этой приманки рассказывал показывал это полудум от компании smith а вот сейчас их нигде не найти к сожалению но я буду брать либо где-то на барахолках искать либо где-то какие-то новые приманки приобретать то есть аналоги да похоже не крупные локеры чем же он замечательным тем что на него кидается абсолютно на все я в этом году поймал маленького яйца такую с ладошку просто как бы было время в час тогда когда сплавлялись опять же плыли по реке рыбачили ничего не брало но и вот этот логорочек прям радовал его только забросишь куда-нибудь под кустик сразу там начинается атаки это супер рыбалка на него вот что-нибудь такое в районе четырех сантиметров обязательно к себе себе приобретите не обязательно дорогой где-нибудь в районе 500 можно я думаю найти на нашем рынке что-нибудь подобное что-то подобное но ребят эти выбили вообще их нигде нету я вот по сайтам искал мы просто нету раскупили когда их покупал они стали 450 рублей я хотел два купить но блин не брали не стал сейчас их уже не найти но щука у нас не промахивается щука у нас не промахивается никогда ох ты на два села ты что совсем что стоп стоп следующий кранк ребят это pantone 21 red rack скорее всего сейчас они очень хорошо подорожали может быть цены откатились назад не знаю но когда у нас такое было да в россии у нас цены прибавляются то есть растут назад практически не уходит посмотрим как будет чувствовать рынок себя в этом но то есть на следующий год но ребятка не каких-то понижения дома не будет но приманка бомбовая хорошо работает работал в этом году по окуну что интересно опять же когда сплавлялись кидал данную модельку и прям был счастлив вот этот цвет прям очень хорошо заходит время очень мнение самому как понравилось на него рыбачить заглубляется там на сантиметров наверно 20 может чуть меньше вот это ребят моделька это для тех кто не хочет тратиться на ридж ридж сейчас хоть стоит оригинальной полторы тысячи вот эту модельку диазуре кристалл минно можно сказать аналогом риджа конечно игра совсем другая я не спорю но модель такая же бесшумная и привлекает практически любого хищника окунь это сто процентов и щука конечно кто-то я знаю ловил и жереха почему он так привлекательно для рыбы а потому что ребят она не шумит поэтому окунь в принципе данную приманку и любит допустим если взять какую-нибудь похожую модельку с погремушкой то окунь уже не так охотно будет реагировать конечно же все зависит су бог сугубо от водоема но так вот у нас сложилось а я видел на авито их продавали за 350 то есть 350 это цена за которой я их покупал 2013-12 годах а вот представьте да что люди от них избавляются некоторые вот поэтому где-то на барахолках посмотрите на вид обязательно очень много людей которые просто продают приманки свои допустим у меня есть тоже несколько моделей называется они Pantone 21 Ogaron у меня их вообще куча я их на покупал я их тоже наверное может быть сейчас либо к сезону на следующий год распродам Pantone 21 House я тоже много раз о ней вам рассказывал хочу сказать что такая прям палочка-выручалочка по щуке особенно в осеннее время как бы да приманка шумовая такой шикарный шет вот нет нет да я на рыбалку с собой беру в этом году как бы тоже опять сработал очередной раз он у меня практически новый да потому что зеленый цвет я практически не возил у меня у меня их три или четыре цвета вот зеленый я практически с собой не брал и вот в этом году свозил на рыбалку и он отработал на сто процентов сейчас возможно они подорожали я их покупал когда они стоят там рубли 400 но если где-то найдете может быть опять же барахолки авито стоит своих денег сто процентов ну и ребят самое самое интересное которое в этом году у это было я не знаю наверное лучшее время это буквально месяц наверное может быть когда данной приманки сработали прям максимально великолепно первая приманка это шакал бонни не советую к покупке почему потому что она сейчас очень дорого стоит то есть возможно многим не по карману да и смысл я считаю что переплачивать за такую приманку не стоит в чем его различие допустим от остальных вот этих волкеров которые сейчас вам буду демонстрировать показывать рассказывать данная приманка если посмотреть допустим она практически стоит вот так вот да вот если даже с экраном соотношение взять вот допустим вертикально да как вы смотрите а на воде он стоит стоит вот так вот для многих рыб в особенности для щуки это прям вообще бомбезно действует а вот если что-то подобное найдете именно волкер который стоит под углом углом 45 градусов то обязательно возьмите попробую бой не вертикально стоит ну под углом небольшим есть есть на друга засмотрелся и кто-то сел хороший на волкер офигеть он тяжелый рыба главным ох ты щучка что вот волкер волкер розин тот заныривает блин почему-то от течения этот да как как ее брать на друга засмотрелся он тоже там что-то тащил ах ты на ворк на волкер покрупнее чем на марс у него хорошие такая на полкило дальше ребята вот именно по этой модели это pontoon 21 локо перу 80 с.л. приманка находится горизонтально по отношению к поверхности воды если допустим вы рыбачите на каком-то быстром течении то данный волкер вам не подойдет волкеры за ним заныривает и цепляет траву он будет постоянно заныривать и игры как таковой в принципе не будет и самое ребят главное и интересное на него клюнул головы килограммовый а моделька хочу напомнить 80 ребят на выходе уже сейчас я просто обалдел такая охватка страшно и смотрите кто огромный головы просто на лока первую поймал это трындец офигеть он так удар был я думал жереха там головчик офигеть были ну круто я все наверное я просто камеру уже выключил думаю да нафиг надо что-то снимать ничего не будет вот он на волкер берет такой вот он здоровый ну и дальнейшем же на одной рыбалке опять же данный волкер сработал но смотрите использовать лучше на каком-то умеренном течение либо где течение отсутствует разобрались разобрались поняли поняли все вот 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 данный волбер который я первым демонстрировал шакал бонни его можно использовать абсолютно на любом водоеме у вас что-нибудь то быстрое течение медленное более универсальное можно сказать вот в принципе к таким моделям относятся и вот она понтон 21 дизель за низок этот вообще 100 а вот так же щука осенью позарилась шикарнейший волбер в чем преимущество данного волбера над всеми вот этими данная модель очень далеко летит прям я не знаю ее можно запулить куда угодно ну и обловиться от соответственно огромный участок акватории сотая моделька тоже с.л. всем рекомендую ребята если сейчас они дорогие то посмотрите какой-нибудь аналог не обязательно покупать волкер за 1000 рублей вот честно они не стоят своих денег я их покупал когда они стоили 400 рублей вот что-то если найдете подобное да сейчас очень много производителей которые делают копии лучше возьмите копию они все примерно одинаково то есть переплачивать такие приманки не стоит опять же если есть возможность то приобрать приобретаете либо где-то поищите на авито либо барахолках ну ладно всем пока всем добра любви и счастья да камни здесь вообще опасны а а он начал на донке червей да есть офигеть видел прыжок прыжок какой офигеть вот это дельфин был такая же почти сейчас я сфоткаю красиво а